Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня встретились с вами в рамках программы «Профессор доступно о важном». В рамках этой программы мы встречаемся с нашими ведущими профессорами. И нам бы очень хотелось, чтобы знания профессоров были доведены до широких слоев населения, для того, чтобы они по разным направлениям, по разным сферам могли обогащаться новыми знаниями. Вот почему мы сегодня пригласили к нам гостей в студию Иннокентия Дмитриевича Ушницкого. Он является заведующим кафедрой терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Он доктор медицинских наук, профессор, почетный президент стоматологической ассоциации нашей республики, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия, заслуженный стоматолог Российской Федерации, отличник здравоохранения России и Якутии. И тема нашей передачи – образование, наука и практика в стоматологической службе Республики Саха-Якутия. Добрый день, Иннокентий Дмитриевич. Начнем нашу передачу. Ну, хотелось бы начать с того, что вот сегодня наибольшее значение в области охраны здоровья человека, на наш взгляд, имеет состояние полости рта. И в этом смысле для нас важно, чтобы большее количество людей понимало и смогло хотя бы минимально грамотно и ответственно относиться к своим зубам, как можно сохранить на долгие годы или сделать так, чтобы стоматологическое здоровье населения было больше уделено внимания. И, конечно же, с этой точки зрения у вас есть огромный опыт, и вы бы могли поделиться с нашими телезрителями и радиослушателями. Пожалуйста, Иннокентий Дмитриевич. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. И, да, действительно, вы правильно говорите, состояние органов и тканей полости рта в организме имеет очень важное значение, поскольку полость рта является начальным этапом пищеварительного тракта. И, конечно, от заболеваний, стоматологические заболевания, в целом оказывает негативное воздействие на функциональное состояние органов и тканей полости рта, а также челюстно-лицевой области. Например, у нас, в нашем регионе, в суровых природных климатических условиях, очень распространенным является кария зубов. Значит, здесь нужно сказать, что у детей дошкольного, школьного возраста распространенность кариеса достигает от 90 до 100% населения детского. И у взрослых, начиная с 10-12 лет, уже 80, и 20-30 годам уже 100% поражаемость кариеса. Ну и, конечно, здесь есть, что касается распространенности, здесь можно обратить внимание на классификацию Всемирной организации здравоохранения. Там есть ключевые возрастные группы. Это 3 года, 6 лет и 12 лет. Распространенность кариеса по критериям Всемирной организации здравоохранения в нашем регионе очень высокий уровень интенсивности кариеса зубов. Ну и что касается заболевания парадонта, это также очень распространенные патологические процессы, с которыми мы сталкиваемся. Ну и эти процессы также очень распространенные. Например, по проведенным нашим исследованиям, среди детей школьного возраста заболевание парадонта достигает до 85-87%. Тогда как у взрослого населения эти показатели уже значительно выше. И, конечно, надо сказать о том, что кариес, его осложнения – это пульпит, перидонтит и заболевание парадонта. Особенно это у детского населения генгивиты и взрослого парадонтиты. Они являются воспалительно-деструктивными процессами ткани парадонта. И одновременно они являются хроническими очагами инфекции. И эти заболевания часто приводят к потере зубов. Потеря зубов негативно сказывается на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, потому что люди не могут нормально пережевывать пищу. И грубая пища начинает раздражать желудочно-кишечный тракт. Ну и все понимают о том, что желудочно-кишечный тракт питает весь организм. Поэтому являясь еще хроническими очагами инфекции, идет так называемая сенсибилизация организма, потому что продукты жизнедеятельности микроорганизмов, детриты и так далее, они попадают в организм, ну и вызывают определенные патологические изменения. Это заболевания органов, паранхематозных органов, например, печень, почек, сердце и так далее. Поэтому мы должны уделить особое внимание стоматологическому здоровью населения. И, конечно, уделяем особое внимание и работаем в этом направлении, охране стоматологического здоровья населения нашего региона. Вот я смотрю, вы принесли книгу замечательную «Стоматологическая служба в республике Саха-Якутия 100 лет». Вот хотелось бы, чтобы наши телезрители и радиослушатели узнали, какова история вообще развития стоматологии в Якутии. Наша стоматологическая служба имеет богатую историю. Мы, значит, в начале 2000-х годов начали проводить научно-практические конференции. И, конечно, то есть самостоятельно сами. И всегда мы, когда проводим научно-практические конференции, мы издаем сборники научных трудов по результатам работы конференции. И вот в 2002-м году мы провели первую конференцию с изданием сборника. И там у нас студентка пятого курса, Клианенко Виктория Анатольевна, сходила и работала в Государственном архиве нашей республики, потому что до этого мы не знали, какова начало была заложена, когда начинается история нашей стоматологической службы. И она нашла в архиве очень важные документы, которые относятся к нашей стоматологической службе. По архивным данным, стоматологическая служба республики начинается с 1 мая 1920 года. К нам приехала из Иркутска зубной врач Метелева Ольга. К сожалению, отчество так и не узнали. Она открыла по приказу губернского отдела здравоохранения стоматологический зубной кабинет. И с тех пор уже начинается наша стоматологическая служба. Ну и, конечно, довоенное время развитие нашей службы шло медленно. В Якутске появилось несколько кабинетов. Ну а самое интенсивное развитие стоматологии в нашем регионе мы наблюдаем во второй половине прошлого века. Это начинается с открытия городской стоматологической поликлиники в 1959 году. Где первым заведующим был назначен Глухов Игорь Вячеславович. И в деревянном здании по улице Романовка. Одноэтажное здание, неприспособленное. И, значит, здесь после Игоря Вячеславовича в 1961 году главным врачом назначается очередина Валентина Георгиевна, которая работала главным врачом до 1989 года. Здесь, конечно, это в истории развития нашей службы имеет ключевое значение открытие городской стоматологической поликлиники, потому что здесь работали очень профессионалы своего дела, преданные к своей специальности люди, которые внесли огромную лепту в развитие нашей службы и, самое главное, в развитие здравоохранения. Я знаю, что определенное количество лет у нас только готовят специалистов в области стоматологии. В основном раньше готовились в Хабаровском, Иркутском, Читинском мединститутах по стоматологии. Я вот сам очень благодарен Валерию Дмитриевичу Павлову, поскольку он со мной занимался. И вот те слова, о чем вы говорили, насколько значимо иметь зубы, чтобы этот функционал работал, и чтобы не было никаких последствий для желудочно-кишечного тракта, как вы даже сказали, вплоть до печени. Вот с точки зрения подготовки кадров, когда у нас открылось в нашем университете отделение стоматологии? Отделение стоматологии? Да, конечно, подготовка кадров имеет для нашей республики очень важное значение. Значит, 70-е, 80-е, 90-е годы подготовкой кадров занимались якутские медицинские базовые колледж или училища в то время. Они и Алданское медучилище. Они готовили зубных врачей, зубных техников. Поэтому эти образовательные учреждения также подготовки кадров внесли огромную лепту. И да, действительно, раньше специалисты приезжали к нам. Ну и местные ребята учились в ближайших вузах Сибири, Дальнего Востока, ну и Москвы, во всех регионах Советского Союза. Ну и приезжали. И в то время, как не было особой необходимости, потому что обеспечено с кадрами на доступном уровне. Иннокентий Дмитриевич, вот Вы очень интересную тему развели. У нас будет сейчас краткий перерыв. На две минуты мы прервемся. И после этого мы обязательно продолжим наш разговор. И хотелось бы узнать, как у нас в республике начали готовить специалистов. Дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. У нас в гостях заведующие кафедры терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии, стоматологии детского возраста, Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, доктор медицинских наук, профессор Иннокентий Дмитриевич Ушницкий. Иннокентий Дмитриевич, давайте продолжим наш разговор относительно подготовки кадров именно в нашем университете. Впервые стоматологическое отделение было открыто в 1996 году по постановлению президента Республики Саха-Якутия Михаила Фимовича Николаева и ученого совета Якутского государственного университета. Это с плановым набором 25 человек, и с тех пор начинается у нас высшее медицинское стоматологическое образование в нашем регионе. И на сегодняшний день нашим университетам подготовлено 492 врача-стоматолога, которые работают в основном в нашем регионе. Есть и наши выпускники, которые работают во многих регионах нашей России. И у нас два выпускника, работают одна в штате Калифорния, США по специальности, и в городе Кёльн, Германия, тоже по специальности работают. И, конечно, наше отделение было открыто благодаря ректору Филиппову Василию Васильевичу и директора нашего медицинского института Петровой Пальмиры Георгиевны. И благодаря им мы приобрели и укрепили материально-техническую базу нашего отделения. И с тех пор уже готовим кадры для здравоохранения. Первым деканом или первым заведующим отделением был назначен кандидат медицинских наук Филиппов Семен Викторович. Я был заведующим курсом стоматологии для педиатрического лечебного факультета. Мы начали свою работу в составе кафедры факультетской хирургии, где заведующим был профессор Бушков Петр Николаевич. И в 1998 году открылась кафедра стоматологии, отдельная кафедра, где был руководителем Петров Александр. И, конечно, в 2000 году открыли две стоматологические кафедры. Это кафедра терапевтической стоматологии с курсами детской стоматологии и кафедра хирургической стоматологии, включая ортопедическую стоматологию. И до 2010 года две кафедры, а с 2010 года одна кафедра. Здесь, значит, процесс оптимизации, реорганизации и одна кафедра сейчас функционирует в нашем отделении. Здесь, конечно, надо сказать, что наша специальность, востребованная специальность, конкурс при поступлении высокий. Это на одно место 14-18 человек претендует. Ну и, конечно, поступают подготовленные ребята, которые осознанно выбирают нашу специальность. Срок обучения нашей специальности составляет 5 лет. Мы как специалитет обучаем. И, конечно, с тех пор у нас идет развитие не только в дипломном этапе подготовки специалистов, но и в постдипломном этапе. Мы в 2005 году открыли клиническую ординатуру по общей стоматологии, по стоматологии терапевтической, по стоматологии хирургической, по стоматологии ортопедической и по стоматологии детского возраста. Скажите, пожалуйста, вот как, если есть у нас вуз, значит, созданы кафедры, наверное, развивается наука, да? Какие вот основные направления исследований и чем мы можем похвалиться на сегодня в сфере стоматологии в области науки? Наука у нас развивается так же, как и образовательный процесс и постдипломный этап образования. Мы впервые, ну, после открытия специальности, значит, в других регионах, значит, защищались наши преподаватели. Вот. И с 2005 года мы по нашей специальности в университете открыли аспирантуру. И с тех пор у нас уже есть своя якутская научная школа. Ну, основными разделами изучения исследовательской деятельности нашей научной школы является изучение биологических средовых факторов риска развития формирования стоматологических заболеваний и их профилактика у жителей Севера. Вот это основное наше направление. И последнее время, ну, за последние десятилетия у нас появились и другие направления, которые касаются местного обезболивания в стоматологии. Значит, здесь особенно мы обращаем внимание на анатомно-топографические особенности, то есть создали, наша школа создала персонифицированную местную анестезию в стоматологию. Это впервые в нашей отечественной практике. Ну, и не похвалиться, но и мировой тоже получается. Дело в том, что есть стандартные методы обезболивания, но якутская научная школа открыла то, что можно персонифицированно с учётом анатомно-топографические особенности, например, нижней челюсти. Да, нижняя челюсть. Угол нижней челюсти бывает разный. У кого-то 130 градусов, у кого-то 110 градусов. В этом промежутке мы индивидуально после измерения угла ветви нижней челюсти проводим обезболивание и попадаем, значит, на целевой пункт. И, конечно, здесь нужно сказать, что максимально снижается травма сосудистонервного пучка. И плюс ещё аналогичные показатели – это ширина ветви нижней челюсти. У каждого человека ширина ветви нижней челюсти индивидуальная. Поэтому тоже здесь с учётом этого определяется глубина погружения иглы, ну и обезболивание с минимизацией местных травм, травматических повреждений. И ещё следующее направление – это дисплазия соединительной ткани. Наши соискатели и сейчас уже некоторые кандидаты наук, они занимались дисплазией соединительной ткани в условиях изменения высоты свода твердого нёба. Потому что при дисплазии лёгкой, средней и тяжёлой степени глубина высоты свода твердого нёба разная бывает. И наши соискатели, они это доказали. И сейчас продолжаем эту работу. И есть аспирант, есть соискатель, который будет определять впервые, что при лёгкой, средней и тяжёлой степени дисплазии будут, ну, имеются определённые зубочелюстные аномалии, которые характерны для этих людей. — Дмитрий Дмитриевич, вот спасибо. Направления, кажется, огромное множество, да, и они такие специфические, индивидуальные, и они как-то вот заточены под наши территориальные особенности, да, особенности, может быть, здоровья, физиологии. Вот скажите, вы сказали порядка 500 выпускников. Насколько сегодня обеспеченность кадрами в Улусах республики? Сколько поликлиник или частные клиники? Ну, я думаю, что клиники частные достаточно большое количество. Есть ли охват всех муниципальных образований? Или есть у нас какие-то ещё пятна, где нужно развивать эту службу? — Да, ну, когда мы открывались в 96-м году, во многих наших Улусах, районах, в системе здравоохранения района отсутствовали штатные единицы врачей-стоматологов, потому что не было кадров. Вот. И на сегодняшний день, если взять, значит, последний остался. Ну, не остался, а в Жиганском районе не было специалиста, потому что врач-стоматолог уехал. И там сейчас работает сам опытный врач-стоматолог, сыромятник Василий Михайлович, который по качеству земского доктора сейчас работает успешно в Жиганском районе. Поэтому во всех районах имеются врачи-стоматологи. — Замечательно. — Кроме того, в последнее время жители нашей республики замечают, что частная стоматология также развивается очень быстро. Особенно много у нас частных стоматологических клиник в городе Якутске. И также появляются частные стоматологические клиники, кабинеты, в УЛУСах. Поэтому здесь, конечно, сотрудничество государственных и частных учреждений – это очень хорошо, потому что повышается доступность для населения. И, конечно, все вносят свою лепту в охране здоровья населения нашего региона. — А в чем функция ассоциации стоматологов республики? Какие вопросы решаете? — Ассоциация стоматологов нашей республики, конечно, работает и защищает интересы наших коллег нашей республики. И здесь, конечно, функциональным отношением стоматологическая ассоциация имеет широкий спектр своих функциональных деятельностей. И это начиная с повышения квалификации, организации различных научно-практических мероприятий, включая конференции, конгрессы, мастер-классы. Это все делается для наших врачей-стоматологов. Ну и последнее время, последние 5-6 лет уже мы работаем над аккредитацией специалистов. Это 2016 года первичная аккредитация специалистов. Это наших выпускников мы уже проводим, где активное участие основное здесь принимает участие стоматологическая ассоциация нашей республики. И, конечно, несколько лет назад мы начали также... Ассоциации принимают участие в первичной специализированной аккредитации. Это после ординатуры. Вот мы после перерыва еще будем говорить о том, как люди должны сохранять свое здоровье полости рта. Это будет уже более практическое. Поэтому мы сейчас прерываемся буквально на 2 минуты, потом продолжим. Так, Иннокентий Дмитриевич Шушницкий, гость нашей студии, доктор медицинских наук, профессор. И мы говорим о том, как нам сохранять здоровье полости рта. Но давайте, Иннокентий Дмитриевич, может быть, более наглядно покажем, все-таки, на что мы должны обратить больше внимания для того, чтобы сохранить здоровье полости рта. Да, конечно, профилактика стоматологических заболеваний имеет очень важное значение. И, конечно, здесь важным моментом является гигиеническое состояние полости рта. И, конечно, пользуясь моментом, я хочу нашим телезрителям и радиослушателям показать наглядно, как нужно чистить зубы. Потому что некоторые особо не знают и не обращают внимания. Поэтому здесь, в первую очередь, я хочу показать, да, вот я беру зубную щетку и делаю такие движения, да. Вот это приложение силы, когда я очень сильно нажимаю, зубная щетка не скользит. Вот этого не надо делать, потому что полости рта, эмаль является живой тканью. И особенно эмаль очень тонкая, при шеищной области. И при сильном нажатии мы, конечно, травмируем именно этот участок. И дальше стирается эмаль и появляется кленовидный, так называемый, дефект. То есть стирается эмаль и стирается идентин. Вот потом появляется чувствительность высокая, да, от горячего, холодного и так далее, так далее. Ну и, конечно, здесь телезрители, пожалуйста, вот обратите внимание, многие делают неправильное движение. Значит, прилагаем усилие небольшое, да, и боковой группе зубов, например, делаем вот такие движения. Вверх-вниз, вверх-вниз, да, то есть с вывихивающими движениями такие. Вот. И во фронтальном участке тоже самое, да, делаем, боковой тоже. Ну и в области верхних зубов нужно делать именно вот такие вывихивающие движения. На нижней челюсти, видите, да, вот тоже самое нужно делать. А вот в области резцов нижней челюсти движения должны быть вот такими. вот на верхней челюсти вот такие. А в области больших и малых коренных зубов, видите, да, когда мы чистим жевательную поверхность, движения вот такие поступательные. Дело в том, что, почему именно вот такие движения вверх-вниз? Дело в том, что многие, да, некоторые к нам приходят на прием, делают вот такие движения. И здесь травмируется и слизистая оболочка, и эмаль, и дентин. Вот, и происходит рецессия десны, то есть оголение десны, десна снижается, появляется корень. Да, бывает видно. Даже у молодых, некоторые, которые чистят очень усиленно, да, приходят с этой, с вестибулярной, то есть, да, стороны с оголенными корнями. Вот, казалось бы, зубы здоровые, да, интактные, целые, а уже имеются вот патологии парадонта, травматического характера. Вот этого чтоб не было. То есть мы можем сами себе навредить, если мы неправильно чистим зубы. Вот поэтому призываем соблюдать правила гигиены полости рта, уважаемые телезрители. Так, ну, и, конечно, чистить нужно два раза в день. Это утром после еды и вечером перед сном. Вот. Нужно чистить в течение трёх минут. Вот. Этого будет достаточно. Ну, и, конечно, дополнительные средства гигиены тоже нужно обязательно использовать. Потому что есть труднодоступные участки, да, это межзубные пространства и так далее. Поэтому зубочистки можно использовать. Потом... Вот бывают специальные водные такие опрыскиватели. Ирригаторы, да. Это важно, да? Да, это уже взрослый человек может. Ну, если со здоровым парадонтом, ну, и если нет кариеса, да, кариес может реагировать на хорошее и так далее. А вот вы сказали, что надо мыть после завтрака. Это я правильно услышал? Да. Не сразу с утра, что ли? После завтрака. Мы же обычно сразу встаём и моем зубы. Дело в том... Вместе с лицом. Это неправильно? Лучше вот после завтрака. Почему? Потому что, когда мы позавтракали, полость рта остаются различные остатки пищи и так далее. Вот, на эту надо почистить. И до следующего приёма пищи полость рта будет чистой. А после обеда не надо? После обеда не надо, потому что здесь правило двухразового чистки зубов. И, конечно, здесь дополнительно в обеденное время и так далее это может навредить тканям. Излишнее. Излишнее будет. Да. Надо без фанатизма, да? Конечно. Всего мира должно быть. Ага. Хорошо. Спасибо большое. Вот, Иннокентий Дмитриевич, вы по итогам 2022 года признаны лучшим профессором в России. И это, конечно, высочайшее звание. Мы гордимся тем, что из Якутии добились такого высокого звания. Вообще, вот, людям хочется знать, из каких людей получаются профессора. Можете немножко осветить вашу биографию? С чего началось ваше увлечение медициной? Почему вы решили стать именно стоматологом? Пожалуйста, расскажите. Спасибо. Да, конечно, здесь, ну, я из сельской местности, из Намского района. И учился, закончил Намскую среднюю школу в 1980 году. И после учебы служил в рядах Советской армии два года. И радио-релейным механиком, радио-релейной станции Р-409. И после армии в 1983 году поступил в Читинскую государственную медицинскую академию. Вернее, Читинский государственный медицинский институт в то время. Подготовительное отделение. И успешно сдав экзамены, в 1984 году я стал студентом первого курса стоматологического факультета. И в 1989 году я закончил. И в 1989 по 1990 годы прошел клиническую интернатуру на базе Намской центральной районной больницы. И работал в поликлинике села Намцы врачом-стоматологом. И дальше работал врачом-стоматологом в Хатыно-Рынской врачебной амбулатории до 1993 года. В 1993 году поступил в аспирантуру Архангельского государственного медицинского института. И в 1996 году закончил. Руководителем у меня был профессор уважаемый Зиновский Владимир Павлович. Под его руководством я защитился. И он сразу сказал, Иннокентий, тебе надо дальше идти писать докторскую. Я молодой был, об этом даже не думал. И он меня стал научным консультантом. И через пять лет, в 2001 году, я уже в Северном государственном медицинском университете в городе Архангельск защитил докторскую диссертацию. Ну и, конечно, то, что в 2022 году по решению российского профессорского собрания я стал лауреатом общенациональной премии «Профессор года». Это, конечно, достижение нашего медицинского института, нашего университета и нашей республики Саха-Якутия. Да, совершенно верно. Это очень здорово, когда есть достойные представители. Ну и вообще, конечно, сфера здравоохранения у нас в республике очень за последние годы хорошо развивается, динамично. Вот как вы оцениваете связь науки и практики как человек? Вы сейчас практикующий стоматолог или вы только занимаетесь образовательной деятельностью? В образовательной сфере говорят, что теория без практики слепа. Поэтому в клинических кафедрах все преподаватели, профессора являются клиницистами. Ну и я не исключение. И, конечно, здесь надо сказать, что показывая своим студентам и практические клинические случаи, здесь это является обязательным для усвоения темы, ну и для подготовки кадров это имеет очень важное значение. Здесь, конечно, сохраняется преемственность поколений, преемственность традиций. И мы для своих студентов всегда прививаем целительство, сострадание, милосердие. Это те факторы, которые обеспечивают подготовку настоящего врача, и которые будут преданно работать по выбранной своей специальности и вносить свою лепту в охране здоровья населения. Иннокентий Дмитриевич, я вот хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в студию, рассказали очень много интересных вещей. И, конечно же, вот Владимир Путин в прошлом году, 25 апреля, объявил десятилетие науки. И это год педагога, наставника. И в вашем лице я бы хотел поздравить всех с этим прекрасным Новым годом, чтобы у профессуры Якутской было много успехов. Я вам желаю крепкого здоровья, успехов. Ну и, конечно же, всему нашему Северо-Восточному федеральному университету в подготовке кадров. Большое вам спасибо за то, что были в студии.